Здравствуйте, уважаемые гости мероприятия. Я первый раз докладываюсь на таком важном мероприятии, как летняя зерновая компания Аграбук. И хотелось бы с точки зрения своего компетентности, это по биотехнологии, микробиологии, довести до вас те нюансы, которые наше предприятие НВП Башенком может предложить земледельцам для более эффективного использования тех ресурсов почвы, которые там имеются. Тема доклада называется «Грамотная подготовка семян. Три шага к сильным посевам». Почему три шага и что такое, имея в виду? Первичные компоненты подготовки семенного материала, кроме химического фунгицида, я хотел бы акцентировать на микробиологические компоненты, которые усилиют наши посевы в плане иммунитета, в плане питания и в плане корнеобразования на глубокие слои для влагообеспечения. Первичные компоненты – это фитоспариназ, это наш лидирующий препарат для борьбы с прикорневыми-корневыми гнилями, а также позволяющий повысить иммунитет растения. Также он снимает ретонантный эффект. На данный момент этот продукт у нас производится более полтора миллиона литров, и если рассматривать крупных игроков с исходственного рынка России, вот было упомянено Александром Валентиновичем, а «Гелиопакс», например, предприятие прямого посева, которое пользуется, они также используют его на всех площадях зимых зерновых культур. Следующий компонент – это биосФК, расшифровывается это биологический азот фосфор калий, это бактерии PGPR группа, обеспечивая фосфором, калием и азот фиксацией. И третий инновационный продукт – это микориза жидкая. Далее подробно останавливаюсь на каждом из них, а также приведу в фитопатологическую оценку семян зимых культур этого года в сбор урожая, который пойдет на посев. Как правильно было отмечено предыдущим докладчикам, важно знать не только, что применять, какие химические фунгиции, но и знать, что находится на семенах, какие грибы, какие, словно говоря, фитопатогены или сапрофиты находятся на семенах. Я благодарю компанию «Агросоюз» Краснодарского края за предоставленные семена, и эти семена как раз-таки основные, которые пойдут как раз на посев, в частности, возможно, и в Ростове, в Краснодарском крае. Первичное – это пибизоз Т-100. Анализ фитопатогенов показал, что ЭПВ по основным, таким, скажем так, болезнетворным, как фузарием, не превышен. Это порядка 2%, это несерьезно. В дальнейшем основной идет это альтериозное заселение семян. Тимирязевская – 150. Основных не обнаружено. Гельментоспориум тоже в пределах ЭПВ не превышается. Пшеница классика – сорт. Также мы не видим превышение по ЭПВ. Алексеевич, в принципе, тоже единичное заселение определенными пеницинами и негроспорами. Альтернария имеет основное заселение. Хотелось бы отметить, да, вот после получения данных по заселению семян альтернарии, у меня возник вопрос, что за альтериозы все-таки альтериозная инфекция заселяет в пшеницу. В ходе исследования литературы показало то, что 7-летние исследования, проводимые научно-исследовательским институтом фитопатологии, показали, что грибы, роды альтернарии чаще всего встречаются на семенах, и это является обычным компонентом микробиома зерна. Они выделяли все альтернарии, которые встречались с пшеницей, и заражали его семена. Никто, ну, низкий вариант, что они являлись фитопатогенами, показал, что они являются, в частности, обычным заселением. Здесь вопрос стоит только кассандем, зловресный это фитопатоген, как фузариум или скринциспориум. Поэтому это нормальное явление, и то, что было показано на слайдах, вот как мы видим, да, без обработки заселения, обработка фитиспорин-аз на грибковой среде, это к картофелю глюкозный агар, мы видим заселение триходерма, на бактериальной это фитиспорин-аз. Даже элементарный микробиологический препарат, биофунгицид, снимает все эти показатели, которые заселены на семенах, что говорит о протравителе. Здесь хотелось бы отметить то, что семена абсолютно стерильные никогда не будут. Вот попадает стерильное семя после химического протравителя, и что мы получаем на выходе? Она попадает в среду, где живут почти миллиарды бактерий и грибов. Возникает небольшое фунгицидное облако при корневой зоне. В течение определенного времени, до 4 недель, пускай, там более высокие классы фунгицидов будут держать дольше, но в любом случае в дальнейшем контакт с почвенной микробиотой не ограничен. Поэтому наша задача – заселение полезных микробиологических препаратов, бактерий, при корневой зоне. Это заселение априори. Вот сейчас модно получают заселение, например, инокулянтами бобовых культур, для лучшего получения азотфиксирующих клубников. Также этот механизм можно транслировать и на все остальные культуры для заселения. Допустим, в частности, в фитоспаринасе это бацилус субтилис, сенная палочка. Она обладает очень широким спектром против фитопатогенов. Она каждый год проводится увеличение его фунгицидной активности по отношению к фитопатогенам. В этом году мы получили образцы с ряда хозяйств. В частности, у нас опыт идет в агрохлоднике. Степь мы получили образцы, тоже оттуда выделяем фитопатогены и по отношению к ним тренируем. Получаем Уралдон по отношению к ним тренируем. Агросоюз тоже полученный всем. Мы потренируем наши бациллы по отношению к этим фитопатогенам. Это его бич и одновременно его сильная сторона. Почему тепличные комбинаты не возделывают бациллу субтилисат? Триходерн возделывает псевдомонад возделать. Потому что бацилла всегда видоизменяется. Необходима большая школа микробиологов, чтобы постоянно сделать его активно. Наше предприятие благодаря большой школе, это уже с 90-х годов мы культивируем бациллу субтилис, имеет в выходе споровую форму бактерии. Далее подробно останавливаюсь на этом. Здесь мы проверяем его статистическую активность по отношению к основным фитопатогенам. Здесь наглядно предусмотрена его способность к деградации мицеллит. Здесь, допустим, герметиспориозная корневая гнель. Как мы видим, обработанные семена полностью подавляются все болезнями. Здесь хотелось бы отметить его споровое состояние. Что это такое и зачем оно нам нужно? На выходе из препарата у нас 99% спор. Спора – это консерва, которая невозможна раскрыть ни температурными режимами, ни заморозками, ни химическими препаратами, ни кастрицитарами. То есть это наиболее устойчивая форма микроорганизма. Здесь приведены, например, ключевые моменты, которые я хотел выделить. Ферменты переходят в неактивное состояние. И второе – синтезируется диплокондинат кальция, которая устойчива к высыханию, повышению температуры и другим неблагоприятным факторам. Благодаря этому сохраняется он на семенах, то есть заблаговременная обработка семян приветствуется и никак не ограничивается. А также его именно такое свойство в неблагоприятном погодном условии, то есть она становится такой устойчивой и начинает работа, она наступает в благоприятные условия. Здесь показаны эндофитные свойства. Мы изучаем его воздействие. Вот эндофит, она проникает внутрь растений, находится даже в семенах зерна. Мы это исследование проводим. В частности, показалось, что благодаря этому растение имеет более сильный иммунитет. Вот здесь показано корневой волосок, где находятся как раз эндофитные штаммы Бациллосоптилис. Здесь лист, тоже проходит в межклеточные пространства и заселяет его. И она оказывает лечащий эффект, благодаря своей выработке фитоэлексинов, аминокислот и других полезных веществ, а также усиливает энергию прорастания. Здесь хотелось бы провести аминограмму, которую вырабатывает Бациллосоптилис. Бациллосоптилис, она полностью усваивается. Это имеет антистрессовый эффект при подкормках, листовых обработках, первичные, то есть по кущению. Как показала практика, то, что, например, после возврата заморозков, во время пониженной температуры, мы не имеем права работать химическими фунгицидами, как имеем место подсадить растения, и так уже подсажены морозом, то работа именно биологическими фунгицидами можно работать даже от нуля градусов. То есть при пониженных температурах она прекрасно работает, также работает на восстановление растения. Кратко, по фитоспоринам всё, я, наверное, более подробно становлюсь на вопросах-ответах, потому что ещё хотелось бы рассказать ещё два препарата. Следующий препарат – это биосфк, это PGPR-группа микроорганизмов, в дальнейшем раскрою, что это такое. Это азотфиксирующий бактерий азотобактер, это бациллосмегатериум и бациллосмутслогенозис. Это группа микроорганизмов, обеспечивающая полноценное питание в ключевые фазы растений. То есть эти бактерии за счёт определённых механизмов, допустим, возьмём бациллосмегатериум, бациллосмутслогенозис, выделяют фосфатазы для растворения фосфорных нерастворимых соединений и доступность его для растений. И второе – это экзополисахариды. Эти тоже микробиологические выделения позволяют растению усвоить те недоступные формы калия и фосфора, которые находятся в почве. Также интересная форма вот этого ЭПС является, например, когда корневой щеклик пробивает твёрдые, скажем так, слои почвы, сухие твёрдые слои. Вот это как раз имеет такой смазывающий щек, который позволяет ему проникнуть в более глубокие слои. Корневой волосок сам выделяет также эти ЭПС, но усиление взаимоместиций бациллосмегатериум, бациллосмутслогенозис, корневая система может уйти в более глубокие слои за счёт вот этих полисахаридов. Кто занимался культивиром, видел этот бациллосмегатериум, когда в колбах, она такая желеобразная, и она очень тяжело даже поддаётся титраце, потому что она очень много его выделяет. Азотфиксация – очень дорогостоящий процесс, но благодаря ему, помимо клубниковых бактерий, бобовая культура, это также можно использовать для обеспечения азотом в ключевые фазы. Это азот биологический, полностью усвоён для растений. Те хозяйства, которые не могут, скажем так, обеспечить полноценную, например, силу, например, погодных хроматических условий обеспечения азотным питанием, эти бактерии будут тем мостиком, который обеспечит азотом нужную фазу. Дальше идём. Здесь кратко, что она делает. Хотелось бы выразить, этот термин будет в моде, или, скажем так, входить в более современное реалие, PGPR. Это Plant Growth Promotion Grysobacteria. Это вся группа микроорганизмов, которая играет положительную роль для роста и развития растений. Помимо фитопатогенов или болезнетворных бактерий, в почве есть ещё другая группа симбиотических бактерий, и вся эта группа объединена под этим термином PGPR. В частности, в литературе этих штаммов очень много, и башенком работает на усилении состава данных микробиологических удобрений. Кстати, хотелось бы отметить, ранее весенние фазы, например, весной, недостаток фосфора мы наблюдаем на полях. Как раз-таки при инокуляции азотфосфор калиймобилизаторами мы позволим растению более полно получать фосфорное удобрение из почвы. По сравнению с тем, пока температура наступит, фосфор начнётся доступным, эти бактерии позволяют ему повысить усвояемость в такие ключевые фазы, как, например, рано весной. Хотелось бы также отметить, вот роль бобовых культур возрастает на рынке. На следующий год многие тоже повысивают, там, и горох, нут, и соев. И в целом, наше предприятие, как импортное запечатление, сделало технологию повращивания и соевого инокулянта высокоэффективного, который опробирован, в частности, во многих хозяйствах крупно, пока идёт сбор материалов. В целом, на следующий год мы представим это. Также хорошее показало на нуте и на горохе. Хотел бы остановиться на микробиологии, но, я думаю, по времени я ограничен. Поэтому только упомяну, что есть такой термин not-factor, это nodulation с английского, клубникообразование. Это добавление тех или иных пиджипер-группы, тоже возвращаясь к той теме микроорганизмов, высущение корневой зоны положительными микробиологическими бактериями, позволяет усилить клубникообразование. Этот материал я изучал в ходе аспирантуры и в целом убедился, что добавление те же бациллы, псевдомонат усиливает заселение, даже аборигены, а в частности, если добавляется и сам инокулянт, это повысит на много разы заселение. А сами знаете, наличие клубниковых бактерий у нас повышается качество и урожай бобовых культур. Это новейший продукт, интересный. Мы в прошлом году впервые его получили. До этого получалось только в сухом виде. Это жидкая микориза. Микориза, форма называется, это рисофагоз ирегуляриз, это раньше назывался глумус рот. Сейчас они с генетическими исследованиями показали, что это новая форма. Что она делает? Это дополнительные корневые волоски, скажем так, или вторые корни по-другому, которые позволяют, вот здесь вот приведен корень без микоризы, справа корень с микоризными гифами. Они в препарате находятся в споровой форме и начинают работать при снижении вредной концентрации действующих висчез в почве протравителя. И в целом, когда колонизация происходит растения, растение получает дополнительные площади питания, обеспечено влагой и является таким основным добытчиком фосфора в сравнении, скажем так, что без него. Здесь мы приведем на такая картинка зона истощения. Как вы понимаете, растение выпивает удобрение с прикорневой зоны. То есть она его не в сухом виде потребляет, поэтому наблюдается зона истощения вокруг корневого волосков, вокруг корня. В целом гифами кориза позволяет выйти за пределы зоны истощения и обеспечить растение и влагой, и питанием. Хотелось бы отметить, вот по элементам питания, вот если рассматривать по полностью микоризуемое растение, в таких процентных соотношениях он обеспечит его элементами. Ключевой выделяется фосфор, также цинк и медь. Также хотелось бы отметить такое выделение микориза, как гламолин. Это в 1995 году открытое соединение, такое клейкое вещество, которое по признанию западных ученых является основным веществом, которое является структурообразующим почвы. Это очень интересно в плане хозяйств, которые практикуют минимальную почвообработку или наутил, потому что структура почвы сохраняется. Если мы сократим структурные агрегаты почвы, как раз-таки микоризация культуры, микоризация почвы позволяет это достичь. Почему микориза аборигенная не присоединяется к растениям? Современные сорта откинули гены узнаваемости растений, то, что мы можем наблюдать, например. И поэтому, в частности, высокоинтенсивная технология не позволяет аборигенам присоединяться к растениям. Именно культурная микориза универсальная позволяет это сделать. Здесь представлено то, что растение само регулирует его, микоризу в самом растении, то есть она не является каким-то либо паразитом, то есть при необходимости она его вызывает, вызывает такие сигналные молекулы, стригалоктона. Когда его необходимости нет, его она полностью разъедает. Вот видно по этому рисунку. Вот здесь как раз приведена, кстати, арбузкала. Вот здесь как раз проходит ключевой обмен веществ в растении. Многие ищут его, даже видел, общался с наутильщиками, ищут его при корневой зоне, откапывают белые, думают, что это как эктомикориза, лесная форма микориза. Это эндомикориза, она никак не увидит его вооруженным глазом. Его можно увидеть только в микроскопе и спустя его по специально окрашиванию. Вот они имеют размер 10-600 микрометров, и вот в увеличении 150 градусов мы видим арбузкало, окрашенное арбузкало и визикулы в корне растения. Наверное, приближаясь к финишу, хотелось бы отметить, что гифами кориза может проникать микропор и мезопор, позволяя тут добывать питание, что не позволяет длительно корневым волоскам, то есть выходить из зоны определенного структура агрегата почвы. Здесь приведен опыт на азимой третикале пшеницы, азимой третикале башкирий проводил. Здесь исследовалось именно его взаимодействие с химическими фунгицинами. Вопрос был в состоянии, именно как она взаимодействует или выживает ли, потому что это гриб, а фунгицид, соответственно, убивающий гриб. Здесь был выбран дефеконозол и цепреконозол. В частности, показано, что на контроле имеем аборигены заселение 23%, при обработке просто микориза 78%, с фунгицидом 72%, при применении химического фунгицида в целом падает заселение аборигена до 5%. Остальные показатели интенсивности изобилия арбузков все показывают повышение при применении микориза. Что интересно, применение с химическим фунгицидом высечается место при корневой зоне и заселение корневого системы микориза идет наиболее интенсивно. Это интересное наблюдение, мы будем дальше его изучать. Здесь опыт в Ростовской области. Мы проводили его в Тацинской стороне. вот здесь проводили обработанное получается типоконазор 60 грамм на литр, которая доза 0,3 литра на тонну. Что мы видим? Аборигенка 9% и 4%, микоризация 37% и 65%, что это показывает высокую микоризацию. Здесь вот по до заморозка были снято показания. В целом заморозки уравняли, все урожайности, это один из плохих таких негативных моментов. Но в чем, что мы видим? Это повышенный индекс NDVI. И в целом растение, то, что мы откопали, в такую сильную сторону имеет. Что интересно, когда полная схема, наиболее ассоциативная, скажем так, ассоциация, она наиболее сильно выступает при работе с почвой. То есть, когда моноэлемент работает, это одно. То есть, хорошо, но когда в целом совокупности идет PGPR, биофунгицид и микориза, это наиболее усилие. Последний слайд, извините, пожалуйста. Здесь приведен опыт в Краснодарском крае. Здесь схема обработки башенкомовская была. Как мы видим, прибавка около 10%. А при применении со стернёй 12, дополнительно, при заделке поженивных остатков, прибавка составила 14%. Что показывает эффективность наших препаратов в целом при подготовке семян. И такой момент. Подготовка семян – это ключевая работа с микробиологией. Если мы это сделаем, его нельзя потом доделать. Его может только именно закладка семенного материала. Все остальные листовые подкормки можно по вкушению, по флагу, где-то как-то регулировать кассами, можно подкормками. Но именно обработка семян, я считаю, при заселении микробиота почвой какой-то ключевой фактор. Спасибо за внимание. Пролетел как мог. Спасибо. Есть ли вопросы? Саня. Хорошо. Пока думают, я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, пацелис, субсилис, мегатериум, вот эти бактерии, они накапливаются в почве или их нужно обносить каждый раз, проведение или опытные? Спасибо за вопрос. Это природные бактерии, которые так встречаются в почве. Наша задача, ключевой момент, наибольшее количество заселить резосферную зону растений. Со временем эти бактерии ассимилируются с местными, с аборигенами. Вот для сравнения, например, в одном грамме содержится, в зависимости от плодородия почвы, гумусы, до миллиарда бактерий. Что такое, скажем так, то же самое, 1 литр на тонну семян, когда попадает около 40 тысяч бактерий? Мы временно увеличиваем их концентрацию при корневой зоне, позволяем им развиваться, но со временем происходит ассимиляция с местными микробиотами. Они его потихоньку вытеснят, поэтому каждый раз надо вносить. Но в целом наблюдается именно, скажем так, накопление положительных микробиотов почвы. Условно говоря, мы не убиваем фитопатогены или вредные бактерии, грибы, мы их придавливаем за счет увеличения тех или иных положительных микроорганизмов, что наблюдается кстати при обработке стерней 12, это комплекс микроорганизмов, фитоспорином в том числе. Поэтому внесение, да, ежегодное, это вот если взять пшеницу на самосев оставить, через сколько лет она, условно говоря, выродится и сорняки займут его место. Здесь тоже, это культурные микроорганизмы, в любом случае на вегетационный период они будут накапливаться и работать. Можно в дополнение еще вопроса? Обычная инокуляция семян вызывает такие неприятные ощущения у сельхозпроизводителя. Нужно это сделать за определенное время до посева, накрыть с чем-то, чтобы солнечные лучи не попадали сразу в морокко. Есть ли смысл вносить указанные вами препараты прямо в почву, например, при обработке, при посеве? Или это дорого и неэффективно? Если взять именно вот эти препараты, которые я предложил, они все находятся законсервированы в споровой форме, язотобактер в цистовой форме, и они не могут не бояться, скажем так, ну да, солнечной инсталляции. Все боятся, но в любом случае, когда мы имеем большие там бигбэга затарина, это не касается. По времени обработки споровую форму можно обрабатывать за месяц, ничего страшного. Титр проверялся и титр не падает. Взять резоби, идет процесс, например, западные аналоги предоставляют нам консерванты определенные, которые позволяют до недели увеличить срок хранения на семена. В нашем случае это пока два дня, максимум два-три дня до посева. Это резибиальная культура. Все, что связано с порами, это без проблем. То, что вы говорите в почву внесения, есть ряд крепковых, триходермовых препаратов стильная-демаз. Это механизм, это внесение опрыскивателя в почву совместно с какими-то азотными удобрениями для разложения и санации почвы и последующая заделка. В этом случае, я все-таки, биосфак, а также вносит, но в этом случае, я все-таки, когда есть возможность заселения резосферы, это резосфера. Потому что большее количество углеродных выделений находится при корневой зоне. Остальное добывается за счет разложения каких-то гидролизов в почвенной структуре. Это очень дорогостоящие процессы и местные тоже не хотят делиться просто так питанием. Спасибо. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Скажите, а при какой влажности почвы происходит массовая эвеликлера? Спасибо за вопрос. По влажности почвы. Здесь не готов, наверное, к какому-то гибию. Вот слово массовой гибели прибегнуть. В любом случае, даже в песках пустыни встречаются микроорганизмы. Титр их там соответственно порядка 10 или 100 тысяч микроорганизмов на 1 грамм песка. У вас этих даны? Нет, нет. Потому что почвенно-климатические зоны разные. Я могу сказать, то, что в споровой форме нанесено на почву, допустим, вот сейчас засуха, она будет там лежать в споровой форме до наступления благоприятных. Здесь это проверено. Но насколько именно снижается титр вообще всех микроорганизмов в почве по погодам. Ну вот зимой она снижается за счет заморозка. А засуху тоже снижается. Когда дождь идет, она взрыва обратно и обратно наращивает титр. Здесь природа такая вещь, она постоянно в динамике находится. Гибели абсолютно не наступает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова